Приветствую! Упростить жизнь бизнесу во время войны можно по-разному. Например, уменьшить налагообложение, упростить отчетность, дать льготное кредитование и как-то помочь людям выжить в этих тяжелых условиях. Но мы почему-то выбираем другой путь. Об этом пути мы сегодня и поговорим. О том пути, который, как мне кажется, остался незамеченным в СМИ и, честно говоря, прошел и мимо меня. Но благодаря одному из моих подписчиков, спасибо ему за это, я узнал о новом способе упрощения жизни бизнесу. И давайте посмотрим соответствующий нормативно-правовой акт и увидим, что нам ждать в ближайшее время. Итак, друзья, как вы видите, мы сейчас с вами на сайте Верховной Рады, чтобы вы понимали, что информацию я беру из достоверных источников, да, из официальных. Соответственно, мы будем говорить о изменениях к правилам розничного рынка электрической энергии. На что надо сразу обратить внимание? На дату принятия. Как вы видите, были эти изменения разработаны и приняты еще до того, как начались массированные обстрелы и, соответственно, проблемы в сфере электроэнергетики. То есть, данные изменения, они были не следствием этих проблем, они были еще до того, как. Что здесь есть интересного? Здесь, конечно, много изменений, достаточно кому интересны подробности. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео, вы сможете ознакомиться. А здесь же я хочу обратить ваше внимание на вот эти три абзаца. Во-первых, кого касаются эти абзацы? Касаются они тех людей, которые используют на объектах бытового потребителя электроэнергию на небытовые цели. То есть, если вы дома ведете предпринимательскую, хозяйственную, независимую профессиональную деятельность, предоставляете платные услуги, как у Кита, осуществляете нотариальную деятельность, деятельность дата-центров, центров обработки данных, деятельность по созданию виртуальных активов, майнинга, то эти изменения вас затронут. Но вы не думайте, что если вот здесь вы себя сейчас не увидели, то это вас не коснется. Нет, коснется. Потому что есть вот это прекрасное слово «тощо». Тощо означает, что все люди, которые используют электроэнергию дома не для бытовых целей, то есть не для того, чтобы просто там было электричество у тебя дома, чтобы там работал телевизор, да, и там зарядить телефон, постирать что-то, приготовить, покушать. Мы заставим тебя учитывать электроэнергию отдельно, вот посмотрите, и оплачивать его за соответствующими ценами для не бытовых потребителей. А эти цены в разы отличаются от того, что мы платим, используя электроэнергию дома. То есть подход такой, если ты дома зарабатываешь деньги, то ты должен платить по полной, а не как бытовой потребитель. То есть ты уже переходишь сразу в другой статус и разъезд деньги, давай плати. Что они говорят? Как они это видят? Они видят это следующим образом. Вот здесь все описано. Они говорят, что ты, дорогой майнер, зарабатывая дома деньги, должен прийти к поставщику электроэнергии, там в горы электро какое-то, да, и сказать «Привет, я майнер, я рублю бабло и хочу с вами им поделиться». Ну вот так они представляют, да. И как бы потом у майнера должна потечь слеза сказать, он должен, что теперь-то мой бизнес будет невыгоден, если я буду платить там в 5, 7, 10 раз больше за электроэнергию. Ну реально это станет невыгодным. Но я честный человек пришел вам все отдать и буду работать на вас, возьму еще кредит, чтобы заплатить, но буду на вас, друзья, работать. Но, конечно, они понимают, что не все люди такие, не все придут с повинной, так сказать. Они придумали еще и вот этот абзац, в котором они говорят следующее, что если мы самостоятельно выявим, что ты такой нехороший человек, потребляешь электроэнергию для того, чтобы выжить в это тяжелое время, чтобы заработать хоть какие-то деньги, мы сначала составим акт, что мы это выявили, далее мы этот акт направим и скажем тебе прекращай. И вот если в течение месяца ты не прекратишь, мы отключим тебе электричество. Правда, сейчас это смешно, конечно, выглядит вот такая угроза, учитывая, что электричество в принципе постоянно отключается. Но, ребята, у меня один только вопрос. Вы серьезно говорите людям, что придете к ним во время войны домой и за то, что этот человек пытается хоть как-то выжить и заработать деньги, чтобы прокормить семью свою и себя, вы ему отключите во время войны электричества аплодисменты. Это очень прекрасное решение. Просто хочется поаплодировать и хочется выразить наилучшие пожелания тем людям, которые это все придумали. Молодцы, друзья! Класс! Супер! Мы ощутили, бизнес сразу ощутит поддержку в условиях тяжелой такой ситуации. И, конечно же, это добавит всем нам патриотизма. Друзья, ну вот, к сожалению, к сожалению, такая норма есть. И это значит, что если она есть, то в какой-то момент она начнет работать. И, конечно, если кто-то думает, что они не заметят этого, да, ну, понятно, допустим, если человек потребляет немного, то электроэнергии, то не заметит, да. Ну, например, я вот сейчас, ну, сколько я потребляю электроэнергии, да, то есть у меня работает компьютер. Вся моя деятельность в компьютере. И понятно, что потребление мной энергии не выходит за пределы среднестатистического домохозяйства. Но, конечно же, те люди, которые занимаются майнингом, у них, конечно же, гораздо выше среднего потребления энергии. И вот вас они точно заметят. И к вам они придут, потому что у них по статистике, ну, вы понимаете, да, есть среднестатистический показатель потребления энергии какой-то квартирой, домохозяйством. И у майнеров, конечно, он там превышает в десятки, и, наверное, даже, не знаю, может, ну, в десятки раз точно, а может и в сотню раз даже превышает, да, в месяц. И, соответственно, они это заметят, придут к вам. И это не значит, что придут сейчас, да, особенно в условиях постоянного отключения, да. Но, друзья, как минимум, когда закончится военное положение, вот это 100% начнет работать. И готовьтесь к этому. Готовьтесь. Вот все, что могу сказать. Очень мне жаль, что вот такое получилось, может, не совсем позитивное видео, не совсем мы видим хорошую перспективу, которая бы нас ждала. Но, тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Подписывайтесь на мой канал. Также есть в описании ссылочка на телеграм-канал, в котором тоже есть полезная информация, которая не размещается в ютубе. Желаю вам удачи, процветания в бизнесе и, конечно же, мира. Пока-пока.